Здравствуйте, друзья! Учителя учат делать шапочки из фольги. Изготовление шапочек из фольги – это не только интересное и творческое занятие, но и важный патриотический акт, символизирующий готовность защищать свою родину от внешних угроз. Ростовский полигон. Солдаты без шапочки из фольги ходили, и по ним прилетели БП-Лаадроны. Пусть наша шапочка станет символом единства и стойкости перед лицом внешних вызовов. Камала Харрис тоже шапочку из фольги не надела. И видите, как оно получилось. Сегодня мы с вами будем делать шлем, который способен защитить нас от внешних врагов. Изготовление шлема – это не только полезное и увлекательное занятие, но еще и необходимость защиты. Такой шлем вас может защитить от внешней угрозы. Телевизор, я смотрю, у вас хорошо обработал. Пусть шлем, который сделаете вы сами собственными руками, станет средством защиты от внешних врагов нашей прекрасной страны. Че-то вот все-таки не хватает, да? Че-то вот не хватает. Курская область. Очередная квартира, которую разграбили мародеры. Вот оно, это квартира. Только что хозяин ушел, вот, приехал, а тут все разграблено. Хотя квартира была опечатана. Вот все вещи приехал собирать. Свои. Это вот каждый должен был для себя определить. Еще раз говорю, это Курская область, еще раз говорю. Все. Ну, замародерили, вытащили все, что можно. А что нельзя оставили. Ну, телевизор стоит, да. Мебель какая-то стоит. Ну, значит, все это барахло, если честно. Для меня, конечно. Бог дал, Бог взял. Главное, что живые. Еще запах такой специфический как раз, потому что он не передается. Может, здесь нужду как раз справляли. Укради, ограбь и нагать. Три священные заповеди, военнослужащие второй армии мира. Наталья Поклонская решила, что можно больше не притворяться и погулять напоследок. А то кто его знает, сколько этому режиму еще осталось. Город Орел. Люди стоят в очереди на ярмарке, чтобы купить масло. Масло, кстати, тоже подорожало, потому что его в фольгу не заворачивали. Федеральная трасса М-11. Москва-Санкт-Петербург. Привет тебе, обманутый россиянин. Сегодня мы на федеральной трассе Москва-Санкт-Петербург. Покататься здесь стоит совсем недешево. Туда обратно пятерочка. Сейчас я вам покажу внутри. Ну это лет 50 никто не ремонтировал, конечно же. Ну так федеральная трасса. Как же иначе? Это щеколда. Чтобы к вам никто не зашел. Закроемся. Оп, оп, оп. Не получится закрыться. Сделаем напряжение. Это безопасное электричество. Оно всего лишь 220 вольт. И это не страшно. Илон Маск. Тебе электрики для твоих космических кораблей нужны? Если нужны, ты теперь знаешь, в какую страну надо обращаться. Зеркало 21 века. Умывальник. С 90. Скрипное ведро. Ковры. Ковролин. Конечно же, гвоздь программы. Федеральная трасса. 5000 рублей, чтобы проехать. Почему рублей, а не евро? Общий вид. Последняя модель. Нанофункциональный бумагодержатель. Бумаги в рулоне нет, потому что бумага выполнена по технологии стелс. Все это сгнило давно уже. За ваши 5000. Вот такой вот сервис. Здесь жидкое мало, обратите внимание. Вентиляция. И гвоздь программы, конечно же, это отопление. Вот так вот. Это теплые полы потолочного типа. С облезлой краской. Та самая лакомая приманка, из-за которой страны НАТО все никак не оставят в покое Россию. Оккупированный Мариуполь. Людям оставляют платежки за коммуналку. Прямо перед разрушенными домами. Чтобы платежки не унесло ветром, на них сверху кладут камень. О, оккупация. Забыгальский край. На территории колледжа повесили фотографии военных преступников, которые не вернулись из Украины. В загнивающих странах гордятся выпускниками, которые создают компании, развивают экономику, создают рабочие места. В Пудинской России гордятся теми, кто за нее умер. Москва. Прислуга бегает перед проездом нелегитимного по дороге. Ищет сюрпризы под канализационными люками. Вот так вот перед проездом стратега все люки вскрывают, дорогу все перекрывают. Сапай-кинологи. Ищет черепашек-ниндзя. ФСБшники, фигешники. Вот так вот. 87% доверия. Чем выше рейтинг, тем чаще приходится проверять канализационные люки. Ой, а что это мы тут делаем? Все хорошо живем. Вот так вот. Копаемся по помойкам у магнита. Страна чудес. Вчера я стояла возле этого магазина, тут мужик копался незаметно, теперь тетенька. И в принципе, не старая женщина. Ну вот, по помойкам лазит. Это ужасно. Страна возможностей. Хочешь, копайся в помойке, хочешь, не копайся. Тяжело вам, родненькие. Все не унимается Екатерина Андреева. Но надо еще чуть-чуть потерпеть. В Европе там все еще хуже. Купе-кроссовер. Он оказывается для пенсионеров, чтобы коляску в нем сзади возить. Субтитры сделал DimaTorzok